Депутат Законодательного Собрания Политик заявил, что серьезно обдумал свое решение. Главная причина ухода, по его словам, предательство избирателей со стороны КПРФ. В речисленном списке признание пенсионной реформы, в частности поправок президента, которые увеличили пенсионный возраст граждан, слив выборов в Приморье и результаты личной голодовки. Мы голодовку объявляли, чтобы восстановить Людмилю Петровну в должности директора. И я считаю, что то, что голодовку свернули, и мы не достигли того результата, который объявляли, а меня просто поставили перед фактом, что надо заканчивать, я считаю, это предательство избирателей нового города и тех родителей, которые хотели именно Людмилю Петровну видеть директором школы. Перестав быть красным, депутат стал бесцветным. Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, Матвей Володарский сказал, что теперь пойдет в одиночное плавание и будет продолжать работать на благо людей в качестве независимого депутата, без оглядки на какую-либо партию. Коллеги из других фракций такой поступок оценили. Мы, как фракции Единой России, заинтересованы в сотрудничестве со всеми фракциями КПРФ, ЛДПР, Комросы, а просто депутаты, которые не работают в различных фракциях. Главное, чтобы они были настроены на работу, на решение вопроса людей, на поиск доходных частей бюджета в сегодняшней ситуации, на справедливом распределении средств, на нужные для людей программы. И в этой серьезной, ежедневной, незаметной работе для избирателей популистские заявления не нужны. Нужна просто профессиональная работа. Поэтому к позиции Матвея Володарского отношусь, которую он высказал, с уважением. Я понимаю, что он разобрался в ситуации и высказал эту позицию. Надеюсь, что она у него будет окончательная и, так сказать, он ее будет дальше сопровождать. Вообще, к сильным решениям всегда отношусь к уважению, с уважением. Для меня это неожиданно, но неудивительно. К тем причинам, которые перечислил Матвей Константинович, я бы мог добавить еще несколько региональных причин, начиная со слива кандидатов в округах на выборах в законодательное собрание за неделю до дня голосования. Также мы можем вспомнить их громкие заявления «идти до конца» и «не уйти с площади Ленина, пока ее не переименуют». Мы можем вспомнить строительство Пионерпарка, где объявлялись голодовки и заявлялось решение «идти до конца». Мы видим, что и Пионерпарк стоит, и никто давно не голодает, и всех устраивает. Поэтому, скажем так, люди приходят к пониманию, что слова у КПРФ расходятся с делами. Не отреагировали на такой кардинальный поворот лишь бывшие коллеги по фракции. Корреспондент нашего портала не раз пытался дозвониться до Айрата Гебаддинова, чтобы получить хоть какие-то комментарии. Результат – депутат не берет трубку. Не пролил свет на сложившуюся ситуацию и депутат Госдумы Алексей Куринный. Абонент оказался вне зоны действия сети. Вот и получается, что когда нужно дать четкий ответ на вопрос, а не пустить пыли в глаза, видные деятели КПРФ, как всегда, прячут голову в песок. Продолжение следует...